Сегодня мы более точно определим, что такое актузизм. Тема, коды, аутентификации. Ну, давайте, пожалуйста, повторим. Михаил Николаевич, а вот тут кусочек прошлой лекции. Я повторю. Спасибо, что пришла и мне такой интерес. Повторю немножко с конец предыдущей лекции. Ну, а именно, давайте будем распакливать. Распакливается. Распакливается. С. Будем обозначать его, чтобы отличать большую букву от маленькой, большую черточку. Источник. Источник. И я буду сразу интерпретировать знакомую нам схеме передачи информации с помощью шифрования. А именно источник. А именно источник. Калифтография. Калифтография. Ну, источник. И, собственно, S у нас — Это некоторое множество сообщений, которые можно обозначать с памятая, иногда просто с, иногда и, когда нам будет так удобно объединиться, и, соответственно, до мощности с. То есть количество вообще всех элементов множества. То есть это множество. С маленькая, и это состояние источника. Состояние источника. Давайте вот отметим. Криптография. С, это, в общем-то, в наших обозначениях, это L, это множество сообщений. Сообщений или открытых текстов. Соответственно, S маленькая, это, ну, ничего, не равно, остается в соответствии, поставим вот так. Ставим в соответствие конкретное сообщение. Сообщение, состояние источника, это отдельный открытый текст. Отдельный открытый текст. Некакое сообщение. А вот. Ну, соответственно, посмотрим дальше. Есть L, это множество сообщений, множество сообщений. Ну, и L у нас, соответственно, разное обозначение. То есть L поставит из отдельных сообщений. Вот. И от единицы до мощности. И мы тут отдельный открытый 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 текст, поскольку у нас не будет необходимости в этом. Криптография. Этому M соответствует множество шифров текста. Множество и пространство шифров текста. Ну, а каждому конкретному M соответствует некоторый шифр текст CP. То есть интерпретация криптографии. То есть состояние источника нам удобнее всего рассматривать, как это множество некоторых сообщений, который будет отправляться с помощью, ну, кодирования. Криптография – это с помощью шифрования. С помощью шифрования. Ну, здесь, собственно, будет схема не шифрования, а схема аутентичности или аутентификации, где подтверждается, прежде всего, состояние источника, которое пришло от именно правильного... Ну, источником сообщений мы немного иначе интерпретировали криптографии. То есть это можно сказать, что источник сообщений – это множество всех возможных сообщений. Но сообщениями в кодировании. Вот называется то, что будет закодировано и отправлено. Это сообщение для отправленных. То есть надо немного привыкнуть к этой терминологии. Соответственно, далее, E – это множество правил кодирования. правил кодирования. То есть, ну, и E тоже у нас будет с конкретными обозначениями. И это конкретно правило кодирования. E – и E – это правило до мощности. И, соответственно, в криптографии, E будет соответствовать множеству алгоритмов шифрования с некоторым ключом. То есть множество алгоритмов шифрования. Мы возвращали его в рукописную идею. Многу слов алгоритмов шифрования. Многу слов алгоритмов шифрования. Ну, и конкретно будет соответствовать криптографии конкретный алгоритм шифрования на ключи. То есть тут будет определяться правило выбора. футбол для любого P до E – это у нас есть отображение. Отображение множества всех состояний и множества всех сообщений. Т.е. криптографии – это алгоритм зашифрования открытого текста. Ну и далее давайте посмотрим теперь. Наложим некоторые условия, которые естественны в этом случае. Ну и именно у нас еще были это отображение. В целом, отображение функции E от S, заданное множество S, ну, которое отображает S в M, может быть, неоднозначное, может быть, многозначное. Ну и соответственно если E от S, по крайней мере для части S, для некоторых или всех, или всех, E отображает S в M, может быть, многозначное, то, соответственно, это код, ну, правда, чуть точнее определимся такое код, это у нас правило кодирования. Код или кодирование, кодирование называется расщеплением. Код или кодирование с щеплением. Бета расщеплением, то есть расщеплением. Множество правил кодирования, они эквивалентны, в общем-то, в шифровании. Или, если говорить, допустим, тоже о схемах аутоэкспликации, которые в шифровании используются, например, эмитовставка, то, соответственно, правила выработки эмитовставки, это как раз используют алгоритм шифрования. Эмитовставка, который использует алгоритм шифрования. У смолы, смолы, на садости, на функцию. На ней это это расщеплением, то есть у пинза. то есть если мы возьмем и рассмотрим первый этап M есть объединение по всем E от S по всем E от S то есть иначе говоря для любого кода существует E принадлежащая E и S принадлежащая S ну такие четыре E от S E от S равняется M E от S равняется M ну здесь что? E от S это образ S образ всего источников это образа M то есть это есть объединение E от S малое по всем S приближающим по С большому ну это условие естественное и мы его будем отдельно обозначать еще как условие 1 в принципе оно означает, что все какие-то лишние сообщения или шифры текста, если говорить о криптографии, они просто отбрасываются, они рассматриваются они никогда не могут появиться в этих отображениях, в правилах кодирования, которые есть в криптографии, никогда не могут появиться при шифровании, они просто отбрасываются второе второе слое нам надо, естественно, если говорить о криптографии, то алгоритмы шифровать рассмотреть ну а именно ведем обратную функцию обратную функцию для E от S ну то есть назовем его E ну и она, естественно, на соц. это у нас есть отображение теперь у нас будет отображение множество N множество S ну, так скажем, расширенное стоплова меняется добавляется ну добавляется ну ну а именно определяется она следующим образом это обратная функция равняться S если ну если S естественно приближается это все и если S если M равняется M не не приближит соответственно E от S ну иначе говоря иначе говоря следующее если мы зафиксируем вот это правило котирования или вот если мы говорим о фотографии правило шифрования ЕК то для некоторых шифрованных текстов не будет существовать открытый текст мы когда схватывали теорию Симмонса я напомню эту картинку теорию Симмонса где множество сообщений M а у нас тут множество практически состояний источника множество состояний источника вот ну и здесь множество ключей у нас множество правил кодирования и множество существов текстов а здесь соответственно множество у нас будет сообщений так да M скажем если у нас выбрано правило кодирования I какое-то или правило кодирования E1 то все значит тут множество всех соответственно сообщений или в текстах это множество шифров текстов а это множество множество сообщений M1 которые могут быть получены могут быть получены правилом кодирования M1 но не все сообщения могут быть получены правилом кодирования M1 также в криптографе не все сообщения могли бы быть получены на конкретных ключах не все криптограммы но и для тех которые могут быть получены то обратное определяется следующим образом при этом для однозначных функций естественно предполагается что для любого для любого для любого S если правило кодирования какое-то применено S а потом взята обратная функция на этом что правило кодирования то мы получаем S т.е. это однозначность раскодирования однозначность раскодирования или декодирования однозначность декодирования криптографии криптографии, однозначность расшифрования. Однозначность расшифрования. Раз расшифрования. То есть полная, так скажем, зависимость или связь между криптографией и кодированной ну и, соответственно, если мы возьмем сообщения какие-то там из состояния из множества сообщений или, если мы так говорим, множество шифров-текстов, которые не могут быть получены из множества состояния источника на вот этом G1, то для него не существует обратное. И тогда, когда это не существует для него обратное, обратная функция определяется в ноль. Именно количество нулей и присутствие нулей позволяет подтвердить правильность или аутентичность сообщения, поскольку если сообщение не аутентично, то обратная функция будет вообще говоря нулей. Но это мы посмотрим дальше. Ну и вот это условие мы отметим отдельное два. Отдельное два. Ну и теперь можем дать определение. кодом аутентификации. Кодом аутентификации. Называется тройка. А тройка. А именно множество состояний источника или источник, который состоит из множества состояний. Множество правил кодирования состояний, который переводит вот эти каждое конкретное состояние в некоторое сообщение. Множество сообщений. Такая что? во-первых множество состояний больше равняется двух. Ну если тут состояние одно, то никакой аутентификации быть не может. Оно всегда одной передается. Значит, множество правил кодирования. тоже больше равняется двух. Поскольку если одно правило кодирования, то мы его просто знаем, так же как в криптографии по правилу кодирования, считается известным полностью вся система шифрования вместе со всем набором алгоритмов шифрования, расшифрования, набором ключей, но неизвестен конкретный ключ. И здесь полностью известно все элементы множества состояний S, то есть множество состояний источников, все правила кодированы и все возможные сообщения, которые могут быть. Ну и поэтому если, конечно, правило кодирования одно, то никакого аутентификации быть не может. Ну и, соответственно, большая сложность состояний у нас так же больше и равняется друг. Ну так вот что следует из однозначности раскодирования. Если бы это было иначе, то у нас не было бы однозначности раскодирования. Такие что? И выполняются условия условия 1, 2. То есть ну это условие вспоминает, что все лишние сообщения, которые не могут появиться при любом кодировании, выбрасываются. Ну а 2 это условия однозначности перстокодирования. Теперь давайте посмотрим, чтобы код действительно считался как кодом от идентификации. То есть код, который подтверждает подлинность сообщения, ну подлинность возможно источника сообщения. В данном случае мы концентрируемся на подлинности самого сообщения. Давайте посмотрим, как теперь работает АЭД. То есть отправить А. Ну, знает состояние источника. Измеряет состояние источника или назовем таким словом фиксирует состояние источника. Состояние источника. То есть из множества всех возможных состояний он выбирает одно это состояние. Ну, то есть он его может измерять, если это действительно источник физический какой-то источник из множества каких-то физических состояний. Он его измеряет, измеряет. И вот это состояние он знает и хочет передать сообщение Фиксирует Фиксирует состояние источника S. Кодирует Фиксирует 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 отправитель А и получатель B знает схему кодирования или имеют общую схему кодирования имеют общую схему кодирования вот эту, которую я описал схему кодирования выбирают 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 например А правила кодирования правила какие-то формирования идеи Напомню опять же в криптографии выбирается секретный ключ к правила в криптографии соответствуют это правила такие равные E E передается предварительно передается предварительно передается по предварительно по закрытому каналу так что знают только А и Б соответственно криптомеритик не может иметь доступа к правилу кодирования которые будут использованы дальше А и Б они выбрали его заранее но так же как выбрали секретный ключ шифровать ну и далее соответственно А фиксирует состояние источника С ну опять же я буду аналогии проводить криптографии фиксируем открытый текст который собственно он будет передавать состояние источника С кодируем кодируем с помощью выбранного правила кодирования с помощью выбранного правила кодирования E от S и M отправляет B отправляет B отправляет M B естественно по открытому каналу по открытому каналу поскольку кододификации позволяет сделать это канал скриптографии это соответствует E 2 от поставить те же обозначения S равняется M то есть это открытый текст а M это шифр текст это криптографию соответствует отправляем теперь задача B это восстановить по коду этому или по сообщению состояние источника как мы говорим криптографию восстановить РППК и проверить его пользованность биоатентичность декодирование декодирование B получит M вычисляет обратную функцию функции а именно правило кодирования сдает так правило кодирования вы узнает F вычисляет F от E F E от F вычисляет и какие здесь варианты вычисляет мы знаем что это будет либо S либо N значит 2 возможности F E T равняется S тогда декодирование произошло успешно и аутентификация подтверждена тогда с вероятностью какая с какой вероятностью мы пока не говорим просто какая там аутентификация есть тогда декодирование восстанавливает восстанавливает состояние состояние S открытый текст криптограф и подтверждение тогда декодирование восстанавливает состояние S и подтверждается аутентичность сообщений S ну то есть подлинность подлинность ну и в того случае уже у нас обратная аутентичность мупция F E S M аутентичность не подтверждается не подтверждается сообщения M может быть получена ни при каком ни при каком правиле ни при каком правиле кодирования ну или ни на каком заключении может быть получена соответствующий шифр текста сообщения вот это правило вот это правило соответственно текодирование и проверки подлинности сообщений ну и теперь естественно наложить еще дополнительные условия чтобы уточнить уточнить свойства вот именно кода аутентификации дополнительные условия дополнительные условия на ну у нас было два уже условия которые мы нумеровали один и два давайте дальше продолжим нумерацию продолжим нумерацию соответственно то есть это уже три нумерации третье условие ну первое условие у нас отбрасываются все лишние сообщения второе условие что у нас однозначно декодирование третье условие давайте рассмотрим ну мы уже ну очевидно что очевидно из однозначности декодирования однозначности декодирования мощность сердца общения должна быть больше или равна мощности состояния источника март кончается что-то более тоскливое получается очевидно это так более того более того более того более того более того если эти мощности множество совпадают то криптоаналитик криптоаналитик отправляя любое сообщение отправим любое сообщение или любой шифр текст мы говорим любое сообщение сообщение обманет обманет б б сочтет б признает признает вот это сообщение н за допустимое действительно всегда будет существовать некоторое правило кодирования или если говорить о криптографии некоторый ключ который может дать это сообщение или криптографию этот шифр текст то есть поэтому считаем далее считаем предполагаем что соответствует мощности множества сообщений строго больше мощности или множества составе источника Ну, и это давайте обозначим кучу. Мы будем рисоваться. Итак, что мы делаем в перерывах? Я был в перерывах. Хорошо.